Добрый день, здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим вегетарианское диетическое овощное блюдо. Но перед этим я хочу вам сказать кое-что очень интересное. Вы хотите похудеть, но вам некогда, никак не можете собраться с силами, сесть на диету, выполнять физические упражнения. Я вам хочу посоветовать один канал. Под видео я поставлю ссылку на него. Это доктор биологических наук Наталья Гроссман. У нее сотни видео о лечебно-омолаживающем похудении. Без физических нагрузок, без диет, без голода. Так что, я думаю, вам это все понравится. Похудение по системе Гроссман дает от 8 до 15 килограмм сбрасывания веса за месяц. Давайте попробуем. Ну и добавок или в поддержку Гроссман, мы приготовим вот такое блюдо овощное. У нас помидоры, морковка, перец зеленый, баклажаны, чеснок, лук, кукуруза, лобби, рис, соль и перец. И мои загоревшие руки. Солнце печет и очень жарко. Дело в том, что когда мы едим мясные блюда, что-то горяченькое, конечно же, сладкое. От всего этого у нас температура тела поднимается, поэтому мы будем есть овощи. Я нарезала лобби, лук, чеснок, помидоры. Очистила кукурузу. Берем ножик и вот так вот прямо срезаем. Видите, как хорошо режется. И все это будем варить. Сколько? Минуты две буквально. Вот как только закипело, можно выключать. Берем воду, высыпаем туда кукурузу. Конечно же, я не буду использовать все. Я возьму столько, сколько мне надо. Остальное соберу в баночку и положу в холодильник. И завтра или послезавтра буду пользоваться этими, как говорится, это и не консервация, и не заготовка. Ну, в течение недели его надо съесть, скажем так. Добавляю сюда одну чайную ложку соли и пол чайной ложки сахара. Ставлю на огонь. Закипает оно очень быстро. И как только закипит, буквально две минуты, снимаем с огня. Теперь нам надо очистить, вернее, не очистить, а нарезать баклажаны очень тоненько. Сняла я шкурочку первую и дальше стала вот нарезать таким образом. Все баклажаны нарежу вот такими полосочками. Потом для него надо будет приготовить соус, так как я не хочу, чтобы это было жирное. А баклажаны, если их не жарить в масле, они не очень-то и вкусные. Или их надо печь в углях, на плите, или же их надо жарить. А я собираюсь в нем приготовить как бы плов. Вот теперь смотрите, я их посолила, оставлю минут на 10-15, чтобы они выпустили горечь. Есть там горечь, нет горечи, не имеет значения. Все равно баклажан есть специфический такой вкус. Соль это убирает. Теперь нарезанные овощи, лук, чеснок, морковку, фасоль, перец, вот это все высыпаю на сковородку. Добавляю сюда половины столовые ложки масла растительного. Ставлю на огонь. Кукуруза уже отварилась, рис тоже отварили. Слили с него весь крахмал, промыли и он у нас готов. Баклажаны тоже промыли, ушла вся соль и горечь. Баклажаны тоже готовы. Только для баклажан сделаем соус, потому что без соуса он у нас просто будет какой-то вот, как вам сказать, ну никакой. Все. Как видите, буквально минуту-две я потомила наши овощи. И для баклажан делаем соус. Берем один чеснок. Добавляем соль. Если хотите, перец. И выжимаем, вот мы нарезали с вами помидоры, сок из этих помидор. Хорошенечко перемешиваем. Добавляю сюда одну столовую ложку, без горки, так вот немножечко масла. Это может быть растительное масло. Я добавила топленое масло сливочное. Мне хочется, чтобы это было очень вкусно. И теперь обваливаю баклажаны. Вот вы видели, там очень мало этого соуса в этом соусе. Все. Теперь в овощи добавляем рис. Риса у меня было ровно один стакан, 200-граммовый. Я замочила, потом отварила и промыла все это. Рис круглый. И добавила туда кукурузу. Теперь собираем баклажаны в форму. Это может быть сковородка, форма, кастрюля. В чем вам удобно. Середину тоже закрываем. И вот на него укладываем помидоры. Потому что помидоры и баклажаны это родственные души. И они без друг друга никак. Вернее, помидоры-то как, а вот баклажаны без помидор. Но никак. С помидором и баклажаны всегда вкуснее. Помидор, чеснок, орехи. Это самое то, что подходит баклажанам. Теперь сюда высыпаем нашу смесь. Овощи и рис. И немножечко утрамбовываем. Просто, чтобы всё хорошо село в эту форму. Края загибаем. И сверху тоже выкладываем баклажаны. Заранее включите духовку. Лучше на 200 градусов. Или на 180. Если будете выпекать на 180, то вам понадобится 45 минут. Если на 200, то полчаса. Всё отправляем в духовку и выпекаем. В принципе, у нас всё готово. Сырые только баклажаны. А баклажаны очень быстро приготовятся. Теперь берём форму. Форма горячая. Ставим на него тарелку или доску. На чём вы хотите видеть ваше блюдо. И переворачиваем. Получается вот такое блюдо. Украшаем его свежими помидорами, зеленью. Ну, теперь осталось только попробовать. Давайте будем пробовать. Я же желаю вам тоже приготовить такое. Возможно, вы не любите баклажаны. Сделайте это с кабачками. Сделайте это с капустным листом. Будет тоже очень вкусно и интересно. А вас попрошу написать, подписаться, поделиться. Чтобы я дальше могла снимать эти видео. Режу. Хочу посмотреть, как себя там ведёт рис. Рассыпчатый. Или получилась каша. Надеюсь, что всё получилось хорошо. Увидим с вами вместе. Благодарю вас, что вы смотрите видео до конца. Я очень аккуратно достала кусок моего плова, пирога, овощного блюда. Как назвать? Даже не знаю. Давайте пробовать. Ммм. Как вкусно. Посмотрите, какой рассыпчатый рис. Какие овощи. Овощи все приготовлены в меру. Ничего не развалилось. Ничего не размякло, как каша. Ну, а вид, по-моему, достоин любого застолья. Во-первых, это диетическое блюдо. Кто бы что ни говорил, что там есть рис. Рис отварили, смыли, с него в нём не осталось ни капельки крахмала. Остался только белок. Что ещё? Он вегетарианский. Тут нет мяса, тут нет яиц. Так что дерзайте, готовьте. Ешьте на здоровье. Будьте счастливы. Радуйтесь жизни. Желаю вам удачи, успехов. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok